Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 26 по 28 стихи. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молнии исходят от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. Толкование блаженного Феофилакта. Если, говорит Я, Отца обманщики, и будут говорить, Христос пришел, но скрывается в пустыне или в каком-нибудь доме, в потаенных и внутренних местах, то не вдавайтесь в обман, потому что пришествие Христово не нуждается в указателе. Но оно ясно будет для всех, как молния является внезапно, и всем бывает видимо, так и пришествие Христово будет видимо для всех, живущих в мире. Во второе пришествие не так будет, как в первое, когда Господь переходил с места на место. Тогда Он явится во мгновение ока, и как на мертвый труп скоро собираются хищные орлы, так и туда, где явится Христос, придут все святые, парящие на высоте добродетели, и вознесутся на облака, подобно орлам. Христос иносказательно именуется трупом, потому что Он умер за нас, как говорит и Симеон. Сея лежит, сей нападение, на восстание многим. От Луки 2.34 Все толкование на это место. Добавлять-то тут как будто нечего, но когда при беседах, нужно показывать, что ученики задали, сами того не понимая, вопрос двойственный. Господь говорил о разрушении Иерусалима, а они задают на вопрос, когда это будет, о разрушении Иерусалима, а какие признаки твоего пришествия, пришествия, это второе пришествие. Два вопроса в один соединили, и Господь отвечает вопросы так, что это двойное, и касается разрушения Иерусалима, и второго его пришествия. Вот сколько я беседовал с разными сектантами, а они этого не понимают. Ну и почему тогда отвергать святых отцов, или для православных. Христос иносказательно именуется трупом, даже толкование говорит, где труп, не под каким видом. Поклоняются мощам, ну трупа поклонства, ну назовите хотя бы один раз. Ой, что вы, это такая святость. Ну, мощи это труп. Ничего не меняю, я только название-то, все они под каким видом не подпускают слово труп, потому что оно слишком уж неприглядно тогда выглядит, что трупы расчленяют, трупы режут, отщипывают от них, фаршируют, вмонтируют где-то. Вещи называть нужно своими именами. Преступники не любят называть. Да что, верующие преступники, самые настоящие, когда подмену слов делают. Сидит человек за то, что воровал. Он не говорит воровал в тюрьме, а говорит взял. Если машину угнал, просто на машине проехал. Он не говорит, что угнал чужую машину. А вот этот как раз момент и показывает, как важно знать значение слов. Одно дело признаки, другое дело пришествия. Там налетят легионеры римские, как орлы на этот труп, растерзанный Иерусалимом и Иудею. А в другом месте верующие полетят, как орлы и не устанут. То есть восхищены будут в встретении Господу. Далее. 29 стих. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Толкование. По пришествии Антихриста, которого царство скоро разрушится, солнце померкнет, то есть не уничтожится, но будет тускло в сравнении с превосходным светом пришествия Христова. Подобно тому, как луна и звезды не светят, когда восходит солнце. Ибо в самом деле, какая нужда в чувственном свете, когда не будет ночи, и явится солнце правды. И силы небесные поколеблются, то есть ужаснутся и содрогнутся, видя изменение твари всех людей от Адама до того времени, имеющих отдать отчет. Все толкование. Тридцатый стих. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Толкование. Знамение Сына Человеческого есть крест, который для обличения иудеев явится на небе в сиянии, превосходящем солнечный свет. Ибо Господь придет на суд иудеев, имея крест, как бы некое великое оправдание для себя, подобно тому, как пораженный камнем показывает камень. Знамением Господь называет крест, как победное царское знамя. Тогда восплачутся все колена земли иудейской, оплакивая свое непослушание. Восплачутся и все, которые по земному мудрствуют, хотя бы то были и христиане. Ибо коленами земными можно назвать и тех, которые привязаны к земному. А Господь, хотя и придет с крестом, но вместе и с силою, и славою многою. Все толкование. Вот здесь тоже я беседовал, ну, не два, не три дня, а почти полвека с сектантами. И спрашиваю, а что такое знамение? Но они крест не признают, крест не носят. А сейчас стали на молитвенных домах ставить кресты, то есть у них подвижка какая-то есть. Потому что они на запад стали ездить и увидели, а у них там кресты. Я это еще в 62-м году, когда обратился, видел на лютеранских храмах, там на Баптистских, в Латвии. Что такое знамение? Все отвечают одинаково. Ну, Христос явится на облаках. Хорошо. Знамение, а потом Сын Человеческий. А Сын Человеческий кто? Христос. Ну как, за Христом придет Христос. Как будто первый раз считают. Вот что значит отвергнуть наследие святых отцов Вселенской Церкви и начинать самим мудрствовать. А причина какая? Про это даже не спрашивайся. Я разговаривал не просто с кем-то, а с такими, как Яков Житков. Это генеральный секретарь евангельских христиан-баптистов, как они себя называют. Вот и все. Не знают. Я с мященниками, когда спрашиваю, скажите, а вы знаете, православие, что самое ценное? Они не могут назвать. Ну, назовите два момента, самое, без чего никак нельзя. Не знают. Я говорю, самое главное в православии это рукоположенное, настоящее от апостольских времен непрерывная хиротония, рукоположение, пастырство. И второе, это каноны церкви с толкованием. Это одно и то же. Все. Все остальное у сектантов есть. И нам поучиться там надо. А чего у православных нет? У православных нет любви к Богу, как должны любить, к Слову Божию. Слово Божие вообще не знают. Нету благодати призывающей и благодати обращающей. А традиции, слова-то какие все. Окормление. Откуда еще берут? Окормление, открой, словарь, ожиговый, посмотри. Окормить, значит, перекормить, отравить. А почему явится крест? Златонус объясняет. Причин несколько. Первое, та, что когда воскреснут мертвые, святые и грешники, гонитель и гонимы, то, чтобы гонимы не боялся. Раз есть знамя, знамение, знамим царь идет. Второе, одних укрепить, а гонителя устрашить. А третье, потому что через крест явлена слава Божия. Его послушание Отцу Небесному, говорит, прославь меня, Отче славы, которая имела у тебя прежде бытия мира. Вот три причины. Я это прочитал и для меня этого было достаточно, когда я прочитал первый раз Блаженна Фефилакта. Далее. С 31 по 33 стихи И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Толкование. Господь пошлет ангелов собрать святых и воскресших из мертвых для того, чтобы они встретили его на облаках. Созывая их через ангелов, Господь делает им через эту честь. Если же Павел говорит, что они восхищены будут на облака, то в этом нет противоречия. Ибо, когда они собраны будут ангелами, то их восхитят на облака, то их восхитят облака. Труба для большего изумления и страха. Когда говорит, все это будет, тогда недолго до кончины мира и до моего пришествия. Господь сжатвою называет будущий век и говорит, что после непогоды будет ясное время для праведников. А для грешников настанет еще более бурное время и большее смятение. Как видя ветви и листья смоковницы вы ожидаете, говорит Господь сжатвы, так видя знамения, о которых я говорил, то есть изменения солнца и луны, ожидайте моего пришествия. Все толкование на это место. Священное Писание обладает удивительным свойством. Его писали примерно 40 авторов в продолжении 1600 лет и нигде ни один другому не противоречит. Я не говорю об исследованиях Ивания Петровича Панина, там математически все на семерках, все гласные, согласные, названия одушевленные, все делится на семерку. Здесь другое даже, при последней трубе, ибо ангельские трубы будут, в откровении считаем, и при последней трубе, ибо вострубит и мертвые восстанут, к Фессалонихицам пишет, а Экклесиат пишет, и будет человек вставать по крику петуха. Вот этот крик петуха, и это с этим одинаково, это одно и то же. И последняя труба это ангел, а как же говорит здесь, ну вот это одно и то же, только тот давал намеком, еще сам не знаю, как это будет. И это надо все это совместить. Вот жених идет, будет еще такой, вставайте, вот жених идет, вот это тоже, это относится к архангельской трубе. Там и крик, и прочее. Далее. 34-й, 35-й стихи. Истинно говорю вам, не предет род сей, как все сие будет. Небо и земля предут, но слова мои не предут. Толкование. Господь говорит здесь не о том роде, который тогда был, но о роде верных, то есть род верных не прекратится, доколе все это не исполнится. Слыша о глади и пагубах, не думайте, что род верных погибнет от этих действий. Он останется, и никакое бедствие не одолеет его. А некоторые разумеют все это только о разорении Иерусалима, а не о втором пришествии. И потому объясняют так, не предет род сей, то есть ваш апостольский род увидит разорение и все бедствия Иерусалима. Подтверждая сказанное, Господь говорит, что скорее погибнет небо и земля эти твердые стихии, нежели окажется погрешительным что-либо из моих слов. Далее комментарии Игнатия Тихоновича. Так оценил единородный Сын Божий свои слова, даже единое Его Слово дороже видимой вселенной. И однако же пастыри скрыли от народа великое слово великого Бога. Как завороженные бегут люди к киоскам, покупают нечистые свечи, и в гаре, в шуме, в дыму колышется эта масса. От входа в храм до алтаря все исказили, все перепортили злые делатели. Иеремия двенадцать двенадцать десять множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустую степью. Сафония 3.7 Я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Малахия 2.2 Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Захария 11.17 Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его, рука его совершенно иссохнет и правый глаз его совершенно потускнет. Иеремия 23.11 Ибо и пророк и священник лицемеры даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. священникам и священникам и бояться этих слов никогда и не слышал, чтобы они это считали. Особенно они кищатся благословением, широкими рукавами. Ну, прочитайте. если Господь проклинает, скажите, да, мы вот такие, что Христа предали первосвященники. Никогда. И даже вот это мои комментарии, взяты, взяты, это все из Слова Божьего, это ни под каким видом. И они считают это для себя, как так, как будто бы я оскорбил их или что-то. Ну, я говорю, Библия об этом говорит. Молчат. Нынче даже наткнулся на такого в Софии, в Болгарии. Я привожу Серафима Саровского, где он молился три дня, три ночи, и Бог сказал не пощажу, не помилую, уничтожит всех священников этих. А зачем вы его приводите? Это же Серафим сказал, это же не в Библии написано, вот это да. А в другом месте, я говорю, Златоуст сказал, большая часть священников погибает. Больше. если их пятеро, то трое в аду будут. Ну, зачем это приводить? Это же Златоуст сказал. Ну, вообще-то даже удивительно. Ну, а во-вторых, здорово это, если это православный священник говорит. Вот так. Дальше. Сними его, сними, как на большее. 24 глава 36 по 39 стихи. Одни же том и часи никто не знает, ни ангелы небесные, а только отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии сына человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие сына человеческого. Толкование. Господь научает учеников не искать того, что превышает человеческий разум. Словами, не ангелы он удерживает их от желания узнать в настоящее время то, чего не знают ангелы. А словами только Отец Мой один не позволяет и после стараться узнать об этом. Если отделить духовное от видимого, то он как Бог знает, а как человек не знает времени своего пришествия. Посему будучи человеком ради нас, он и является как человек не знающим, ибо людям свойственно не знать будущего. Для уверения в истине своих слов Господь приводит сказания о потопе бывшем во время Ноя. Как тогда некоторые смеялись над приготовлением ковчега. Пока не пришла вода и не погубила всех, так и ныне некоторые смеются над словами о кончине. Но внезапно говорит Господь придет день погибели. Господь показывает, что с пришествием Антихриста чувственные страсти умножатся между людьми и с особенным бесчинством откроется в них наклонность к брачному сожитию и к насыщению себя, как это было у исполинов во дни Ноевы. толкование закончилось Ну вот говорится тут как бы признак пришествия такой Но чего тут кажется особенного Были моменты когда люди сильно не стремились за мужество Большинство были одинокие и проще А сейчас смотришь считаешь и даже невероятно В таком возрасте такие грехи творят а замуж не хотят То есть что означает замуж жениться Может под этим как раз есть беспорядочное совокупление и что попало Это все Это особенно будет в последнее время Казалось бы когда война тут надо как бодрствовать А наоборот каждый момент там пользовались Захватили Германию Дали возможность там сколько неделю две солдатам блудить И выступает недавно я читал уже старуха она немка и говорит что они там делали Шагу шагнуть нельзя было прямо на улице хватали насиловали если идут трое солдат женщина попалась все трое по переменке насилуют Это я считал в этом в Тихом Доне у Михаила Шолохова Дед наказывал им когда будешь на войне то главное что никогда не имей дело с женщинами иначе ты погибнешь там Дед Гришака такой был которые понимали это они знали и вот там какая-то служанка была она попала вся рота кавалеристов этих российских православных они там полдня над ней издевались пока как вот в книге судей говорится из колена там и такого умерла она женщина на пороге дома как безумие полное такое вот состояние сегодня депутаты понижают возрастной возраст когда замуж идти педофилию чтобы официально сделать мужеложество это официально делают наоборот давят везде если кто скажет что это садомиты ни под каким видом нельзя говорить то есть играют масоны всем они сейчас узнают по заповедям что самое богопротивное чем больше всего досадили люди перед потопом вот сейчас мы считали были исполины вот эти совокупления с женщинами а что за что садом и гамор разгорели садом и гамор разгорели что мужчины разжигали с похоти друг на друга мужчины на мужчины делая срам и получая самих себе должного возмездия за свое заблуждение церковь православная пишет каноны пишет правила наказания за мужеложество какое было конечно во времена Есениана великого этого это мало где было такое преступление почему если он выявлялся его сразу арестовывали сразу хирургу половой член не кастрировали а половой член отрезали ему как он жил неизвестно а далее железо накалили ему клоп приставили там на кости все будет заметно в каменолен и там он оттуда никогда не выйдет никогда не увидит света небось гей парада не устраивали а здесь поощряют всячески поощряют чтобы прогневать бога почему сатана масоны это слуги сатаны и смотри вот что интересно Гитлер преследовал мужеложников там Рэма застрелил Сталин преследовал мужеложников ну кажется власть сатанинская вот грань какая-то не была переедена и как-то еще целомудренные встречались а сейчас ничего этого нету это один из признаков и Господь его указал всегда было стремились жениться но не так землетрясение по местам какие же это признаки землетрясение всегда было но не так как в последнее время все будет опрокидывать и трясти вот эти они супер цунами там разные показывают это ожидание будущего показывает как это будет провалы земля и города будут проваливаться и эти слова Христа так и надо понимать все в увеличивающейся прогрессии как в геометрической далее 40 по 44 стихи тогда будут двое на поле один берется а другой оставляется две мелища в жерновах одна берется а другая оставляется и так бодрствуйте потому что не знаете в который час Господь ваш приедет но это вы знаете что если бы ведал хозяин дома в какую стражу придет вор то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего потому и вы будьте готовы ибо в который час не думайте приедет сын человеческий толкование в то время говорит Господь как все беспечно будут заниматься делами своими на поле один то есть праведник будет взят для встретения Господа на воздух а другой то есть грешник и недостойный встретит Господа останется внизу недостойный встретить Господа останется внизу даже если бы кто был и раб и молол то есть упражнялся в работе или в молве житейской ибо жернов означает молву то из этих людей одни то есть достойные возьмутся а другие как недостойные будут оставлены отсюда научаемся что и рабам и женам ничто не препятствует быть добродетельными если только они желают находящиеся на поле суть люди живущие всем мире будут ли они ученые или не ученые славные происхождением и богатством или неизвестны ни тем ни другим из этих людей одни праведны а другие неправедны и вот праведные берутся а неправедные остаются в огне и муках под мелющими разумеется жены но преимущественно люди несущие иго болезней и умершие в немощи и из означенных жен есть праведные и неправедные есть и праведники болящие как например Иов и Лазарь так же как и неправедники например Каин и Гиезий почему и сказал Господь указывая на их болезнь что будут два на постели от Луки 17 34 ибо праведные возьмутся а неправедные будут оставлены ангелы соберут избранных от четырех ветров а нечестивых сожгут огнем неугасимым но не думай что этот неугасимый огонь разгорается от дров что какие-либо мучители раздувают его как многие баснословят посмотри на Содом и ты увидишь печь без дров вспомни об окаменении жены Лотовой и подивись огненной казни Лот с дочерьми не опалился а жена не избегла огненной казни и таким образом каждому было воздано по правде или воздано по правде так и на суде праведные взяты будут как Лот а неправедные оставлены как жена Лотова Господь заповедует бодрствовать и готовиться то есть иметь добрые дела дабы когда он придет с требованием того чего желает у нас было что дать смотри он не сказал не знаю какой час придет вор но не знаете а вором называет он кончину мира и смерть каждого дает также разуметь что его пришествие будет ночью как вор приходит незаметно так будет и мое пришествие для того чтобы вы не предавались ленности но подвязались ибо если бы мы знали когда настанет конец нашей жизни то стали бы стараться только в один этот день благоугодить Богу а теперь не зная постоянно трезвимся делая добро толкование закончилось когда беседуешь с верующими говоришь вы читали такое жизнь это наше аресталище стадион как олимпийские игры на аресталище бегут многие а награду получает один ну почему не подвязаешься даже у нас в храме принято стоять молодые люди совсем там еще восьмом девятом классе учатся придет садится зачем садишься то службу надо сидеть ну бабушка стоит у нас восемьдесят семь лет серопима она никогда не сядет ну ты для Господа понимаешь когда ты переначиваешь в мозгах для Господа это ты не для кого-то делаешь подаешь милостыню а человек враг твой а чего я его буду укреплять ну правильно он враг но он в данный момент голоден он не пьяница он попал в другую страну вот он приехал сюда его там начали бить туркмены где-то он сбежал и в прошлый раз прилип к нашему лагерю мы вызвали медсестру он жалуется что-то у него то ли может он придуряется проверили милицию вызвали рассказали он плохого не делал у него документы в порядке паспорт миграционный лист все что надо где-то ну накормить его принесли что самое у нас едим не отбросы какие-то почему он нуждается в данный момент он забрел ему надо куда он даже не знает куда он не знает где барнаул находится не понимает вот этого ну подвязаться значит бежать надо стараться не пропускай богослужения идут занятия нет вот у нас тут такие есть вообще нигде нет он даже не знает что он не просто отстал он уже из виду скрылся и о чем бы они стали рассуждать у него все другое никакое у него непрерывное раздражение что у меня у меня воля свобода я человек воля и свобода это самое ценное дети растут такие же самовольные своя воля ничего более опасного нет да будет воля твоя он в храме ведет себя безобразно у нас устав до окончания богослужения нельзя выходить он выскакивает и никакой как будто управы нет а чуть-чуть сказал засобирался уезжать вы не сами уезжаете вас как мусор бог выметает отсюда потому что здесь правило основанное на слове божием в Израиле так и было не надо думать так вот он решил там выехал мало что он решал но прошел ангел с мечом и 185 тысяч положил под стенами Иерусалима но это болезнь была эпидемия там начинает говорить там ящер может пришел это ты рассуждаешь враги окружили город спасения нет но Яков Незибийский помолился помолился и налетели разные насекомые начали коней жалить кони бьются упряжку ломают они ничего не могут сделать но они отступили а дома говорят надо же у них там болотистая местность наверное хотя это в горах было но это правильно они только внешне фиксировали но что комары пришли по повелению Божию из Книпы а это повеление Божие было по молитве святого Якова Незибийского это за кадром я выехала отсюда а ты не потому выехала потому что Бог выметает сатану а сатана в тебе сидит пакости делает и ты вместе с детьми вылетел отсюда и даже не понимаешь этого что это гнев Божий вымел тебя из такого места где все делается по слову Божию такое стремление жить по правде мы все единодушны вместе какой сбор где-то средств для кого-то где-то сгорела там церковь Белоруссии батюшка собирает Данилу Сысоеву вдове там послать надо сборно-библейское общество даже это взять да и так жить по уставу одеваться по форме вчера целые передачи идут как в школах форму устанавливают и люди которые ну еще более раннего периода жили они говорят как приятно смотреть на мальчиков как они одеты какой костюм какие брючки у них а другие а что все одинаковые одинаковые всегда были в ремесленном училище семинаристы в армии это всегда было одинаково пионеры одевались одинаково но это людей не то что делает похожим а не выделяет как сейчас она богатая ее привезли на крутой машине и сама оденется брошек а другие другие они не могут это сделать над ними смеются они такую норму ставят мать должна пять работ брать чтобы дочку так одеть а та богатая это в один день сменила свой наряд имидж и все кверх ногами и вот это когда считаешь надо на листалище бежать получить награду и здесь тоже подвязать войти тесными вратами это все одно и то же нету стремления нету подвига лживое христианство Ян Златоуз говорит для многих христианин слово это только звук вводящий других в заблуждение вот и все страха Божия нет вот у нас собачка лежит вот он лежит мы его заводим сюда потому что его недавно отравили здесь изверги мы три дня его отпаивали парным молоком но она не трогает ни одну кошку а они все разбежались вот это только она не боится он ее боится а сейчас все успокоилось примирил вытащил погладил так самых заклятых врагов во имя Христа можно примирить я в жизни своей испытал это когда меня приводили в разделенное общество отделенные баптисты зарегистрированные я говорил проповедь и эти общины соединялись вместе и никто не знал что я православный а это великое дело быть миротворцем ибо только заодно это блаженство Бог уподобляет сыну Божию блаженными миротворцами ибо они наречены будут сынами Божьими а сейчас наоборот керосинит везде старая малая семья разваливается они еще стараются ходят там в семью бабка какая-то и помогает а там муж не прав а жена подает на развод примирители это где они а это тоже это твои шаги подвиг на твоем присталище даже что-то там не так ты наоборот авторитет отца установила в семье а она ходит там керосинит и все эта бабка это я говорю не где-то а у нас конкретно в поселке и она интересно я недавно встретился с этой бабкой она ездила на благовестие было время она помрачнела совершенно как будто другой человек Бог отнимает свет лица даже внешне она сделалась богатступницей лживой везде все говорила лгала и самые элементарные вещи ни о церкви ни о спасении она уже не понимает она пытается еще удержаться на плаву внуки все неверующие сын ведет себя даже неверующие бывают культурные люди воспитанные лучше ведут неблагодарные соединяются легко с грешными с преступниками с ворами он забыл что я его спас от тюрьмы когда его пистолетом убили солдата это конкретно вижу какой тут подвиг ты ежедневно думай день до вечера это аресталище кому я могу где-то помочь вот я воскресенье назначил провожу занятия шли домой сюда и здесь один брат Андрей спрашивает вот говорите о духе святом о водительстве то как это другой должен тебе сказать что ты духовный человек живешь духовно вводимый духом или я сам должен сам себе заметить я говорю хороший вопрос задал но это тоже то что ты его задаешь будучи верующим уже 10 лет больше и не знаешь этот ответ я уже вчера закончил эту тему подготовил 76 мест писания Библии так это много а как это много как ты определил много я пошел батюшке все рассказал ты тоже готовься батюшка на эту тему как ты ответишь он не ответил не знаю промолчал или не знает почему именно кто-то должен говорить писание говорит а много 76 в среднем у Иоанна Златоуста в каждой проповеди 70 ссылок а я говорил проповедь у меня 35 как раз половину и то утомительно было слушать вот что-то все Библия Библия там к месту не к месту да как тебе знать к месту не к месту когда ты не знаешь откуда это взят как оно расширено выглядит в священном писании еще немного 45 46 47 стихи кто же верный и благоразумный раб которого господин его поставил над слугами своими чтобы давать им пищу вовремя блажен тот раб которого господин его придя найдет поступающим так истинно говорю вам что над всем имением своим поставит его толкование господь как бы недоумевает найдется ли раб верный и благоразумный представленный господином своим над прислугою дабы доказать что редко и трудно можно найти такого раба два качества требуется от раба верность и благоразумие ибо нет пользы если кто верен и не ворует но неумен и попусту тратит имение или будучи умен сам похищает имение и таким образом также тратит имение своего господина посему кто окажется тогда верным и благоразумным тот получит и совершенный венец на небе ибо таковые будут наследниками божественного имущества верный и благоразумный раб есть и всякий учитель вовремя дающий каждому пищу учения каков например Павел иного напаяющий молоком а иного питающий хлебом когда изрекает высокую мудрость он верный раб хотя прежде был хульник по ревности к закону он раб благоразумный ибо распознавал козни врага и всякий получивший что-либо от Бога имущество или власть или начальство должен распоряжаться этим верно и благоразумно как имеющие отдать во всем отчет и комментарии небольшие пищей называется слово Божие слова Библии если пастырь не знает священного писания ему не удержаться он обязательно будет блудить на каждом шагу и пища которой он будет кормить людей доверившихся слепостующему руководителю есть его вымыслы его блевотина Исайя 28.8 ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной нет чистого места пища которую дает Господь из священного писания целительно 2 Тимофею 3.15 при том же ты из детства знаешь священное писание которые могут умудрить тебя во спасение веру во Христа Иисуса 2 Тимофею 3.16 все писание богодухновенное и полезно для научения для обличения для исправления для наставления в праведности все слава Христу видите какое утреннее большое наставление нам дал Господь через Евангелие и через Боженного Фефилакта мы получили хороший урок на день ну а днем 7 раз становиться на молитву 7 кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей сейчас последнее известие послушаем что интересно вчера передавали о результатах выбора весь народ знал что Собянина изберут и никаких а кто такой Навальный там с ложками ходит и вдруг он набрал 27% это было абсолютно полной неожиданности и вот какая причина ну вот старики думали так уехали на дачу картошку копают другие неорганизовано было он говорит эти это выбор это 51% всегда допустим Собянина там и 35 каких-то сотых он говорит это ложное все пачками кидали их в эти вот здесь галаса Надежда Васильевна пришла давай заходите заходи на три ножа я на нас трое и три ножа принесла опасное путешествие я забыла это это Володя я забыла бумажку я не пойму что ты пошла она бумажку забыла это что твоя ты давал это значит надо натащить ее ножи она не знает вот так ну все пока на этом придет я забыла